Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал Мастер Босс! Сегодня мы с вами продолжаем обзор модов для Спинтайрс Мудранер. И сегодня у нас Евротрак Симулятор в Мудранере. У нас сегодня необычный интересный мод Renault Magnum 8x. Изменено. За основу взят мод из первой еще спинки. Двигатель, коробку передач изменил, подвески. Короче, здесь имеет хорошую проходимость. Всякая такая сборная солянка. Я не люблю делать солянка обзоры. Но здесь сам по себе Renault Magnum на самом деле прикольный очень грузовик. И ни разу мы вроде бы на таком даже здесь не ездили. Я даже не помню в первой спинке такого, да. Так как мы катаем с вами в ЕТС. На самом деле интересный грузовик. И захотелось его все-таки пощупать, ребята, и посмотреть. Имеет 6 своих даже аддонов. Здесь 4 дефолтных. Перевозит груз на 8 очков. Приятных покатушек. Собственные звуки типа указаны даже, да. Полный привод. Автор Артем 125, друзья. Ну что, погнали посмотрим. Начнем мы с вами, конечно же, как всегда с текстуры, да. И вот так сразу при первом взгляде, ребят. Анимация, кстати, топливных баков у нас присутствует. Сразу при первом взгляде вот с теневой стороны еще как-то... А это что такое? А что это такое? Смотрите. А что это за полоски? Ооо, да здесь проблемы с текстурой, братва. Давненько я не снимал баллы за текстуру, да. Ну и с солнечной стороны вообще какая-то беда. Он какой-то неестественный цвет. Прям, да, здесь синий вот с красной полоской. Вообще топчик. Все здорово, да. Белый, конечно, оставляет желать лучше. С теневой стороны вроде бы получше, но там сразу какие-то вылезают полоски. Кто знает, ребят, в чем это дело, пожалуйста, отпишитесь. Но явно за такую текстуру мы с вами все-таки не особо хорошо порадуемся, потому что на самом деле ужасно. Ужасно, особенно с белым цветом. Синий классно. Голубенький вот этот синий, да. Ну полбалла, короче, в уме мы с вами точно здесь, скорее всего, снимаем, ребят. 1200 литров емкость топливного бака. Анимация кардана у нас также с вами присутствует. 700 очков урона у нас с вами здесь есть. Заводим. Анимация двигателя отсутствует, ребят. Забор, забор воздуха, по крайней мере, есть. Блок дифф у нас подключаемый, ручник есть, звуки свои, полный привод у нас здесь, ребята, с вами постоянный, оказывается, включен на данной реношке, да. Слушайте, приятный звук. Да? Шестиступенчатая коробка передач идет у нас, и щелчки включения на самом деле прям классный, ребят. Хороший звук. Надпись на спирита, когда Реналт, айкарсал вообще. Освещение. Нету звука включения освещения. Сигнал идет у нас от легкового автомобиля. Нету щелчков включения. Ты что, серьезно? Ручник, главное, есть. Блок диффа есть. А свет забыл прописать, да, здесь включается. Так, включаем с вами ночь. Давайте посмотрим, как это в ночи у нас здесь все освещается. В принципе, освещается все хорошо. А к освещению, как бы, больших нареканий нет, за исключением звука вот этого щелчка. Он, к сожалению, отсутствует, ребят. А по точкам зацепа. Две точки зацепа спереди. Боковые на самом тягаче по одной есть, да. И одна точка зацепа сзади. Все. Садимся внутрь. И что мы видим? Анимация руля, ребят. А, у него две передние поворотные оси у нас тут идут. Слушай, анимация руля отсутствует, это плохо. Это ты себе сейчас, блядь, берешь просто лопату и копаешь где-нибудь в лесах Арсеньева землю, блядь. Понимаешь, это неправильно, блядь. Ты че? Не прикапывай себя, братик. Короче, кресло у нас здесь установлено все чутенько. Слушайте, классный салон, только стекол нету, блядь. Где стекол, Вась? Ты чего? Артемий, Артем. Где стекла? Ёкарный бабай, блин. Куда ты их пролюбил? Пропали. Смотрите, снаружи они есть, запыленные причем, да, такие. Садишься внутрь, стекол нету. Анимации руля нету. А стрелок на приборах ни одной стрелки нету. Братан, ну это минус балл. Минус балл вместе с покраской, короче, снимаем. Классный салон, но недоработанный. Переносимся в гараж и смотрим, что у нас присутствует здесь, ребята, по аддону. Дефолтный. Дефолтный бортовой полуприцеп. Для этого нам необходимо поставить сцепку. И давайте поглядим. Дефолтный бортовой полуприцеп. Полуприцеп фургон, 4 очка гаража. Полуприцеп цистерна, 3700 литров. Рено-бар у нас здесь ставится. Так, Рено-бар. Это у нас наверх такая вот приблуда, но без фар. Да, устанавливается хромированная. Ладно, ставим ее. Требуется для установки Рено-маячки. Вот. Здесь у нас устанавливаются еще туда же, на Рено-бар, устанавливаются маячки. Вот так это дело выглядит, но... Ну, ребят, ну явно на любителя. Слушай, ну белый цвет, он реально прям какой-то. Даже ночь ставится, но он как-то светится, как будто бы даже, да. Маячки классно, что устанавливаются не на крышу, да, а на специальный вот этот бар. На самом деле, фишка вот эта прикольная, классная, молодец. Рено-рем-бак. Ух ты, какой у нас здесь Рено-рем-бак. 800 литров топлива и 800 ремонтных очков. Вот такой у нас здесь бак дополнительный ставится, ремк ставится. Вот это аддон реально крутой, молодец, это моя школа сразу чувствуется. А, емкость цистерна, Рено-запаски канистры нам мешает сейчас. А, нужно Рено-лицо с краном, рем-бак мешает. Здесь сцепка Рено-рем-бак. Короче, рем-бак, к сожалению, мешает, зато для всех других аддонов. И, по сути, с рем-баком мы можем возить только дефолтные аддоны. И тогда вот это место у нас все здесь идет, к сожалению, пустое. Ну, вот мы прицепляемся, во-первых, здесь несуразно как-то смотрится вот этот полуприцеп. И вот это место все пустое. Тогда будешь делал больше вот эти запчасти, да, чтобы с дефолтом перевозить рем-бак, скажем так, да. Нацепляем бортовой полуприцеп, снимаем Рено-рем-бак. И поехали посмотрим Рено-запаски канистры. Они идут у нас только лесовоз-краном. Убираем сцепку. Устанавливаем... А что у нас здесь еще? А, ну только лесовоз-краном, короче. Лесовоз-краном вот такой у нас ставится. Лесовоз-прицеп, соответственно, ставится. И запаски канистры вот сюда у нас... Вот сюда у нас вешатся. 300 ремонтных очков, емкость цистерны 160 литров. Пополните, сразу давайте проверим. И сразу давайте проверим, исчезает ли у нас данные запаски, ребята. Посмотрим, как здесь автор сделал у нас. Берем ремонт прицеп, канистры, топливо, топливо. Вот, запаски канистры. Погнали. А запаски-то и не исчезли. Запаски-то и не исчезли. Это еще ты себе немного прикопал, братья. Ладно, поехали грузиться. Бля, Рено классный. Классный, да, прям? Прям классно смотрится. Ну, уже с прицепом как-то немного вяленького он у нас здесь поехал. А вперед у нас 4 очка загружаются короткие бревна. И, соответственно, я так понимаю, в прицеп то же самое. Да, 4 очка, 8 очков он у нас перевозит. В принципе, в простой автономке. Что по мне, как это не совсем правильно, здесь должно было быть 6 очков. Так, либо надо было делать длиннейший лесовоз и длиннейший прицеп, соответственно. Ну что, поехали в таком исполнении, посмотрим вторую сразу. Бля, ну как? Слушай, ну 2020 год на дворе. Ну как уже можно делать моды без анимации руля? Тебе самому не стыдно было выкладывать? Третью даже у нас здесь подхватило. От первого лица ехать. Посадка, главное, классно. Посмотри. Руль, середина видно, да? Приборка, бля. Ну все, чутенько. По сторонам едешь, посмотрел. Наверх, вниз. Посадка реально класс. Вот реально молодец. Отражение зеркала никакие не сделал. Ну тоже, ну ты че, бля. Ну, Артем, ну е-мое, прикопать, а. А, ладно, на третий. Слушай, написано мод имеет высокую проходимость. Ну ты знаешь, я уже включил четвертую, а он идет у нас с одной и той же скоростью. И у него явные проблемы с прицепом передвигаться, ребят. Четвертая, пятая. Нет, пятая уже не хочет подхватывать. Первая, вторая. О-о-о-о. А че он какой мертвый-то? Проходимость-то может быть и высокая, но он не едет ни хрена. Отцепить прицеп. Отцепить прицеп. Поехали без прицепа. Первая, вторая, третья. Четвертая. Третья. Бля, он что... Короче, он абсолютно одинаково идет. Что с прицепом, ребят? Что без прицепа? Че с тобой? Хуя себе. Ну он завалился. Он явно у нас не читерский, ребята. Где у нас точка зацепа сверху была ведь? Отставить эту. Вот, сверху. Че он ее не цепляет-то? Нафиг она еще здесь нужна? Выезжаем. Слушай, ну он валится, по крайней мере. Тест на продольный переворот. Мы с вами уже заранее здесь прошли. Слушай-ка. Ну базара нет. Третья. То есть он имеет, да, повышенную проходимость. Первая, блядь. Ребят, я не понимаю, что за унылое дерьмо, блядь. А скажите мне, пожалуйста. Ну без обид, да. Но вы сами видите, что происходит. Он проходимый. Базар нет. Почему он одинаково себя ведет на первой пидорачи, на второй и на третьей? 75-ю грязь. Я верю, он проедет. Кстати, кран давайте проверим. На работоспособность. Стрела. Поднимается. Крутится. Захват вертится. Вертится, стелется. На пятерочку захват работает. Вернуть. Все отлично. Все по красоте. Едем дальше. Вторая. 85-я грязь. Короче, он абсолютно. Он сейчас здесь заедет точно. Он абсолютно одинаково идет в любой грязи. Что в 75-й, что в 85-й. Он не испытывает абсолютно никаких проблем, ребят. И он идет с абсолютно одинаковой скоростью. Он и по асфальту так же, что ли, у тебя поедет? Смотри-ка, он еще и здесь, походу, застрянет, да? Ну нет, проезжает, проезжает. Бля, какая классная реношка, братик, блядь. Сделал бы ты ее классной, цены бы ей не было, а? Ну пипец, ну че ты, блин, а? Ну классная ветерина, красивая. Короче, проезжает 75-ю грязь. 85-ю грязь вообще не задумываясь. Спокойно, ребят. Но проблема как-то со скоростью. Он едет с одинаковой скоростью. Я сейчас обязательно поеду. Вот смотрите, пятую я уже подумал. Шестую. На шестой еду. На шестую, реально. Вторую. Ну помедленнее на вторую. Да, сейчас прям хочу быстрее пойти, скорость проверить. Заезжаем тест гора, ребята. На второй еду. На второй еду. А у него и мостанец спереди, да, ведь? Нету, нету. Просто балка идет вроде как. Сейчас мы его там перевернем. Да, колеса просто в воздухе там висят. На второй заезжает без каких-либо вообще проблем, ребят. Без каких-либо проблем заезжает сюда. Стоп-сигнал у нас загорается. Задний ход не загорается. Так. Давайте-ка вот сюда сейчас. Тест на продольный переворот. Попробуем его перевернуть. Ну печалит, блин. Ну прямо печально у меня. Снимаем с него маячки. Маячки вот так поехали. Маячки. И сейчас здесь попробуем его... Да, он сам валится здесь без проблем вообще. Соответственно... Моста никакого нету. Анимации рулевых тяг никаких нету. Колеса просто болтаются, висят в воздухе. Подвеска отсутствует, ребята. Поехали, посмотрим его максимальную скорость. Все понятно с этим модом. Красивая обертка. И все. И больше ни хера, ребята. Просто красивая обертка. Состояние. Ооо, я еще и скорость даже не... Вот ты понимаешь, да, своим ебаным вот этим цветом, что даже скорость мы не увидим. 8, 8, 9, 2, 15, 9, 15, 3, 19, 4, 26, 5, 29. Ебать, он разброс от 3 до 5 километров сделал. Вот только с 5-6 разброс еще есть. 40, да, там мелькает что-то циферка. Ну, по факту он 37, 38, мелькает. Один раз мелькнуло 40. И все, ребята. 696 из 700 мы с вами получили. Маск у нас здесь валится. Но сломались на самом деле не целиком, друзья. Переносимся давайте его, знаете, куда? Вот сюда, в гараж. И вот по этой дороге я хочу прокатиться и тоже посмотреть его скоростные качества, так сказать. 10 километров в час. Вторая вот. Блядь, и смотри, что происходит. Рывок был до 15, и сейчас он на второй так же идет 10, походу. Смотри, еще раз. Первая. А, нет, там, видать, был, может быть, сухая какая-то дорога. Смотри, первая. Шесть километров в час. Вторая. Сука, семь километров в час. Третья. Семь, шесть. Короче, абсолютно одинаковый скорость. Я реально не понимаю, что это за хрень такая. Серьезно, ребят, кто знает, но, блядь, как вы сами видите, да. Ну, здесь нам проверять вообще нечего. Здесь нам проверять нечего. Вот, CDT-шка, по крайней мере, с бампером у нас идет, да. Но у нас по блютуз, как мне написали, хороший комментарий. Саня, точки зацепа у танка по блютуз просто идут. Ты просто ни хера не понимаешь. Мол, типа, бля, вот это классно. Здесь, походу, полный привод тоже у нас по блютуз идет. И посмотрите, в чем дело, ребят. Как ему тяжело полноприводному пережать вот такие бочки. Вы посмотрите, ему реально это тяжело дается. И подвеска просто мертвая, блядь. Вы посмотрите, что это за подвеска. Уж то, что. Но она вообще не рабочая. Она отсутствует. Ой, бля, ну я честно, я думал, такой хороший будет мод. Сейчас мне будут писать в комментариях, блядь. Почему ты одно дерьмо смотришь? Сука, кто знал, что это дерьмо, а? Вот кто напишет это, вот ты... Бля, вода в салоне. Как узнать, что мод хороший или плохой, не посмотрев его? Вода в салоне. Урон не получаем. Спокойно двигаемся. Ванну принимаем. Что-то он там рыбу, дать, достал. Сейчас у нас, давайте, он еще одну достал по правилам, блядь. Бля, ну как он медленно едет, реально, ребят. Он просто ужасно медленно едет. Даже прям вот нет никакого желания двигаться здесь, двигаться здесь по воде. Да, то ручник у нас идет только на задние колеса. Хотя бы здесь, хотя бы здесь что-то еще. Да, реалистично. Наверху он у нас сюда, наверное, даже... Заберется? Забрался. Забрал, смотри, на пятый даже залетел. Я, честно говоря, не ожидал урона 115 при таком маленьком спуске. Мы с вами... Он дубовый. Вы посмотрите, подвеска просто-напросто вообще отсутствует. Ребят, переносимся сюда. Устанавливаем на него, по сути, рембак. Вот этот можем поставить и все, да. А, и поехали. И поехали. Ну, че ж сказать? Ну, что ж сказать? Устроены так моды, блядь. Желают знать, желают знать. Ой, ребята. Ну, кто знал? Ну, реально, ну, кто знал, блядь? Ну, пиздец, просто. У меня нет слов, серьезно. Красивый мод. Я обожаю такие европейские грузовики. Я реально подумал что-то интересное, что-то с чем-то, что-то классное. Но, по сути, здесь только конфетка, ребята. По сути, только обертка вот эта снаружи и все. Понимаете, о чем я, да? Первая, шестая подхватит. Нет, не подхватывает. Вторая, со второй четвертую. С четвертой шестую. Да, пошло. Красивая обертка, ребят. А внутри надо идти и прикапывать, блядь. Как сказал наш великий Антон, ребят. Антон нам недавно сказал. Если мод дерьмо, Саня, иди его вот так в лес и прикопай, блядь. Вы понимаете, о чем я. Ребят, ну сколько вы ему баллов поставите? Ну, серьезно. Ну, сколько? Лягушки вот квакают, им хорошо здесь жить в этом моде, да? Ну, реально, ребят, ну что это такое? Блядь, ну, ноль баллов, да? Я не знаю, сколько ему нужно ставить баллов. Ну, за что? Анимация топливных багов есть, блядь. Ладно, базара нет. Красивый снаружи, да. Возможно, да, опять же, на любителя. Ну, блядь, один балл, ну, серьезно. Возьмитесь кто-нибудь, запилите нормальный такой европейский тягач и в стим его будет вообще классно. Ну, и века у нас, по сути, есть Антохина и Севик, да? Такая, которая как современный. Ну, Акторс еще, да, да, да. Акторс и века. Что еще раз в современном? Напишите, я просто уже запутался в этом все. Ну, это, ребят, ну, серьезно. Ваше мнение, пожалуйста, в комментариях. Я всегда их с удовольствием читаю. Иногда в комментариях трэш происходит, иногда хайп происходит. И тогда просто угар там, блин, читай, выхохочем вообще их классные. Выдумывайте их, ребят, действительно здорово. Ну, блядь, я вот этому моду вообще не знаю, что ставить. Один балл, блядь, за анимацию топливных баков и за внешний вид вроде как, блядь. Ринал, да, вот этот красивый, все, магнум такой классный. Но, блядь, оказался, сами видите, чем. Братва, всем счастья, здоровья, до новых встреч. Пока-пока.